В регионе отмечается рост количества дорожно-транспортных происшествий. Состояние аварийности в Неницком округе обсудили накануне на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Подробности в материале Натальи Кисляковой. За 8 месяцев текущего года количество ДТП на территории региона выросло почти на 30%. По словам начальника отдела ГИБДД Леонида Николаева, самыми аварийными участками является улица Юбилейная, 60 лет октября, Ваучейского, Ленина, Пырерка, автозимник наульского месторождения, автодороги по маршрутам на Ринмарк-Красное и Хорягинский-Варандей. На 500% к сожалению увеличилось количество ДТП с участием транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам. Таких у нас в происшествии 6-9 пострадало. В прошлом году было одно происшествие, два пострадавших. Аварийность в округе с участием указанной категории транспортных средств почти в три раза больше, чем по России. У нас в округе это 28,6%, по России 10,3%. С участием автобусов рост ДТП составил, к сожалению, плюс 30%. Четыре происшествия, шесть пострадавших. В свою очередь глава региона отметил необходимость усилить контроль и профилактику в отношении водителей транспортных средств, принадлежащих государственным и муниципальным предприятиям. Что вызывает действительно вопрос, это количество роста происшествий с участием машин, принадлежащих юридическим лицам, и количество ДТП с участием грузового транспорта. Здесь, наверное, надо как-то больше проводить работу. Понятно, что юридические лица, наверное, по вине которых или с участием которых происходит авария, это в большей степени те организации, которые имеют так или иначе, наверное, собственность округа или муниципалитета. Ну, может быть, там и частных лиц. Но, тем не менее, в наших силах, присутствующих здесь, как минимум усилить контроль за водителями, которые работают у нас на линиях. Отмечается, что в зимний период причинами возникновения ДТП является колейность на дорогах. Недостатки зимнего содержания зафиксированы окружной госавтоинспекцией. Неоднократно госавтоинспекция обращалась к органам государственного власти округа о необходимости принятия всех возможных мер, направленных на эффективную борьбу с зимней скользкостью. В том числе, такое обращение мы направляли в адрес округа и в рамках реализации регионального проекта Дорожная сеть национального проекта безопасно-качественной автомобильной дороги. Данным проектом Дорожная сеть, одним из мероприятий, предусмотрено, что необходимо применение эффективных противоголедных реагентов, кроме песка. Где-то на 19-20-й последующий первый. Так записано в Дорожной сети в нашем региональном проекте. Впрочем, применение химреагентов вызвало бурную негативную реакцию у жителей города. Поэтому было принято решение заменить реагенты на другой материал. Что касается использования эффективных противогололедных материалов на территории населенных пунктов НАУ, в текущем году, в зимний период 2018-2019 года, на автомобильной дороге федерального значения 381 были применены противогололедные материалы с добавлением химреагента. Это была, по нашей информации, соль, вызвала широкий негативный общественный резонанс, протестные движения. Поэтому на сегодняшний день мы применяем пока только фрикционные материалы песок. Губернатор Нинецкого округа подчеркнул, что нужно прислушаться к мнению горожан и уйти от применения к химреагентам. Также Александр Цибульский поручил Департаменту строительства ЖКХ энергетики и транспорта изучить мировой опыт в области уборки дорог и применить его на практике в нашем регионе. На верной околейности можно избежать своевременной уборкой улиц. Если сразу во время начавшегося снегопада техника выйдет на дороги, возможно, уборка дорог будет происходить более эффективно. Я не специалист, но предполагаю, прожив какое-то непродолжительное время в столице нашей Родины, я знаю, что как только начинается снегопад, вся дорожная техника, несмотря на реагент, находится на дорогах и убирает. А у нас, к сожалению, логика обычно бывает другая. Отчего его убирать? Вот выпадет весь, тогда и выйдем. Но когда он выпадет весь, его уже укатали за этот момент. В завершение заседания губернатор дал ряд поручений профильным ведомствам, в том числе Департаменту образования, культуры и спорта НАО, проанализировать эффективность мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, и выработать иные действенные меры. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.